Московская биржа с 3 августа расширяет список бумаг, доступных вечером. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Разбираем сегодняшнюю новость. Сегодня на сайте Московской биржи появился пресс-релиз о том, что с 3 августа они увеличивают количество бумаг, которые будут торговаться в вечернюю торговую сессию. Напомню, что в конце июня Московская биржа запустила вечернюю торговую сессию, то есть акции стали доступны не только с 10 утра до без 15.7, они стали доступны и с 7 вечера до без 10 полночь по московскому времени. Тогда было отобрано 25 акций, но был вопрос, почему именно эти 25 и так далее, и так далее. Вот сейчас расширяет список до 38 бумаг, именно такое количество с 3 августа будет торговаться вечером. Почему 38? Ответ простой, это те самые 38 бумаг, которые входят в индекс Московской биржи. И этот список компаний начинается от Сбербанка и Газпрома, ну и заканчивается ЛСРом и Юнипро. То есть это наиболее крупные и ликвидные компании российского рынка. И теперь удобно, если, например, вы с утра днем работаете, то можно какие-то инвестиционные решения принимать и реализовывать уже непосредственно вечером и в 8, и в 9, и в 10 вечера, что весьма удобно. Отметим, что за вот этот месяц, с момента как запустилась вечерняя торговая сессия, мы могли увидеть несколько моментов. Момент первый, ликвидность в вечернюю торговую сессию вполне себе нормальна. То есть можно, имея портфель в несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей, и, разумеется, с меньшими портфелями тоже, совершать операции и при этом покупать и продавать цены бумаги на более-менее нормальные деньги. Но, конечно, я советую всегда выставлять приказы, только лимитные в вечернюю торговую сессию, как минимум, и перед этим проверять стакан на предмет ликвидности, чтобы не было случайно таких вот свечек, знаете, вот как Мечел привилегированные акции. Вот такая вот свечка, которая здесь была 20 июля, это классическая свечка, когда пришел кто-то с существенной суммой денег и решил рыночным приказом, там, в данном случае, продать ценные бумаги, и вот такую свечку нарисовал, ну и при этом на этом немало денег потерял просто на ровном месте. Поэтому, разумеется, лимитные приказы. Ну и еще обратить внимание, второй момент в том, что некоторые сайты пока что не всегда корректно отображают непосредственно котировки. Ну, например, видите, Газпром на инвестинге показывается, что рынок закрыт, хотя именно сейчас идет вечерняя торговая сессия на московской бирже, и Газпром торгуется. Но, видите, здесь статус closed. Поэтому перепроверяйте котировки в брокерском терминале. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях, как вам такой формат, когда мы записываем такое маленькое видео, то есть не на 30 минут, как раньше были обзоры, а на 3 минуты, и комментируем какую-то новость, как я, надеюсь, подробно и полезно. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик. За это я всегда буду благодарен и желаю вам успешных инвестиций.